У воды без беды. Сотрудники МЧС в выходные вышли к любителям зимней рыбалки. В этом году в России уже зарегистрировано 20 погибших и более 40 спасенных любителей подлёдного лова. Тему продолжит Иван Швецов. В карьерах у нового моста по выходным собираются десятки рыбаков. Дело в том, что рыба-святки заходит на эти водоемы зимовать. И обычно здесь бывает неплохой улов. Правда, в этом году клюет не очень хорошо, признались цароживы. В данный момент у нас проводится месячник безопасности по правилам поведения на льду. То, чтобы на тонкий лёд не выходили. Такая у нас проходит профилактическая операция. Хотел бы вам предоставить памятку такую. Ознакомьтесь, там указано, что стима, по которой можно ходить. Надеюсь, на тонкий лёд-то не выходите весной-то. Как не выходим? Всякое бывает. Многие рыбаки прекрасно знают, как себя нужно вести, если провалишься под лёд. Надо, прежде всего, освободиться от ненужных вещей, ящика, допустим, буро. Расправить руки, постараться выбраться на лёд, перевернуться на спину и удалиться подальше от этого места. Спасатели советуют выбираться с той стороны, где лёд наиболее крепок. Ногами упираться в противоположный край полыньи, если это возможно. При этом наползать на лёд нужно грудью, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить давление на кромку льда. Мы проводим вообще всю зиму, особенно по выходным, проводим такого рода мероприятия профилактические с рыбаками о безопасном нахождении на льду. В Кировской области происшествий не было провала под лёд и погибших нет. По России в целом 20 человек уже погибли и порядка 45 человек были спасены со льдин. Особенно азартные любители подлёдного лова выходят на рыбалку весной, когда опасность провалиться в ледяную воду как никогда высока. До начала календарной весны осталось чуть больше полумесяца, так что стоит ещё раз вспомнить, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации. Во-первых, внимательно посмотреть. Если есть знаки, запрещающие выход на лёд, конечно, не выходить. Идти по трупам, которые проверены, посмотреть, нет ли выхода воды. Лунки бурить, нельзя близко друг к другу их пробуривать. Иметь с собой элементарную верёвку в случае того, чтобы, если товарищ провалится, бросить ему её, чтобы можно было вытащить на лёд. Спасатели советуют не прекращать попытки выбраться, даже если лёд проламывается. По статистике, 90% людей выходили из подобных ситуаций живыми. Выбравшись из воды, не спешите вставать на ноги. Нужно осторожно отползти как можно дальше от полыньи, чтобы не провалиться снова. Иван Швецов, Руслан Бекасов, Вести, Киров.